Всем привет! Вы на канале Виктория Принцесс. И сегодня у нас 18 декабря. Всем привет! Вот наш шарик. Друзья, ребята, сегодня у нас 18 декабря. Ты значит пришел в 18 день. Уже осталось немного до Нового года и получения нашего подарка. Мы заработаем этими выполнениями заданиями каждый день. Уже сегодня остается совсем немножко до Нового года. Встречаем новый 2019 год, а это 18. Почти как Новый год. Этот 18 год идет. И скоро у нас будет 19. Ну что, открываем, Вика? Будем смотреть, что у нас там за задание в этот раз очередное. Вот и шарик спустился. А где-то там у нас наше задание находится. Тут большая дырка, мама. Большое, большое. Большое. У меня уже три раза попадалось большое. Ну и что же у нас там написано? 18 декабря сделай шарики из ниток клея и воздушных шариков. Да, вот наше задание на этот раз у нас. Вот оно, 18 декабря. И задание у нас звучит следующее. Сделай шарики из ниток клея и воздушных шариков. Ну что, мы сейчас подготовимся и вернемся к вам. Итак, вот, значит, что мы решили отлучиться. И появились мы снова тут. И начинаем мы, значит, готовим. Наш шарик. Один. И шарик второй. Эти шарики нам нужны для того, чтобы сделать шарики из ниток. А дальше мы еще добавляем к этому одному шарику клей. Это у нас будет обычный клей ПВА. Вот такой. Ой, не ПВА, извините. А силикатный, который мы сделаем шарики двумя различными способами. Один будет из клея. Вот он, видите, как он жиденький летает. И клей ПВА. То есть у нас будет два шарика различными способами. Один мы сделаем желтый, а другой сделаем красный. Выбирай, Вика, какой из шариков будем делать мы сначала? Из клея ПВА или клея силикатного? ПВА. ПВА. Значит, мы силикатный клей пока убираем в сторонку. Он нам пока не нужен. И цвет выбираешь. Красный или желтый? Первый который. Будем делать красный, значит. Вика выбрала красный. Значит, мы будем сейчас делать. Я помогу Вике в этом интересном, нелёгком задании. Значит, нам, Вика, следующее требуется. Мы берём вот этот шарик и вот этой ниткой будем его обматывать. Но прежде чем, когда мы обмотаем его нитками, эти нитки будут в клее. Я буду протягивать нитку через клей, а ты её будешь наматывать на шарик. Понимаешь? Вот. Значит, вот это задание наше такое вот будет. Для начала мы завяжем её немножечко, чтобы нам, Вике, было удобно. Вот так вот. И ещё один узелочек, чтобы он уж точно наверняка у нас не развязался. Теперь мы немножечко промокну. Вике помогу чуть-чуть, чтобы он немножечко приклеился, никуда не убегал. Видишь? И надо вот теперь, Вика, тебе вот так вот обматывать надо будет. Шарик? Да. Вот так вот, как будто бы ты завязываешь, но немножечко ручками надо будет придерживать. Бери. Сейчас мы выможемся даже так, скажем так. Вика, садись немножечко поближе, чтобы нам удобнее было. Клей. Я буду держать клей через... Нет, ты не кладёшь. Вот. Теперь ты бери, тяни нитку и обмазывай его. Вот, видишь? Ты его должна обмотать. Ты смотри не на меня, и не смотри не на клей, а смотри на шарик, чтобы у тебя, видишь, нитка, как что делается? Да. И вот, видишь, ты отпустила. Давай я тебе начну, а ты продолжишь. То есть мы вот берём вот так вот и обматывать начинаем. Видишь? Только я буду проводить через клей это всё дело, а ты будешь его как будто бы завязывать, наматывать, как клубок ниток. У бабушки вязала когда-нибудь, нитки заматывала. Вот, точно так же и тяни нитку. Главное, я сильно шарик не сдавливаю, чтобы он у нас был более аккуратный. Тяни смелее, Вика. Всё у тебя получается, тяни. Видишь? И всё получается. Одну руку нитку бери, и другой, или вот так вот обматываю потихоньку. Тихоньку. Ой, то ты выможешься. Ты выможешься, да, нет, ничего страшного. Ну, мы же помоем руки. Немножечко ниже опустишь, чтобы всем видно было, что ты наматываешь. Наматывай, наматывай. Вот. И наматываю по-разному, видишь, только не в одном месте. Там, где вот у тебя нитка не наматана, можешь вот так, да, повернуть аккуратненько. Ты и тяни. Одной рукой держи нитку, другой поворачивай. Давай-ка, Вика, я тебе помогу. Потому что я прошу Вику стараться вот в один момент не сматывать всё. Наша Вика решила увлечься и замотать шарик так, что у нас получается немножечко не очень. Вика не слушает нас, в принципе. Делает по-своему. Вот такая вот у нас натура, вон, Вики, которая пытается сделать так, как она хочет и считает нужным. Ну, в принципе, креативность это тоже есть хорошо, но мы Вике немножечко поможем доделать по-быстренькому. Где у нас ещё не было ниток намотанных, чтобы у нас каркас получился более жёсткий. Иначе, если у нас нитка засохнет, и у нас ничего тогда не получится, так как шарик просто может развалиться. Вот мы заканчиваем. Значит, у нас нитки вот что-то примерно вот такое вот получается. Шарик обмотанный нитками. Теперь мы возьмём салфетку и будем немножечко уберём лишний клей, что есть, чтобы не было у нас капелек. Иначе они тогда высохнут и будут шарик наш некрасивый. Немножко вымокнем этот лишний клей, который образовался на шарике. И вот, в таком положении мы подвесим наш шарик, и он будет висеть, пока не высохнет. А когда высохнет, мы к вам вернёмся и покажем, что делать дальше. И так, тот мы шарик отправили с вами сушиться, а теперь будем делать точно такой же шарик, только из жёлтых на этот раз ниток и из силикатного клея. А когда мы сделаем два шарика, мы вам покажем, и вы проголосуете, какой шарик у нас вышел лучше и из какого клея. У нас будет лучше. Делать можно из разного. У кого какой клей есть, он по-разному немножечко выглядеть будет. Итак, берём немножечко, смакиваем. Я Вике начну, помогу немножечко, чтобы он приклеилось и никуда не уходило. Клей немножечко такой водянистый, поэтому будет немножечко, возможно, сложновато. Держи Вика. И он, клей сам силикатный, он немножко сложно отмывается. Это значит, предупреждаем, кто соберётся делаться. Он такой более, я бы сказал, не знаю, выше Вик немножко поднимай. Такой, что ли, маслянистый. И Вика старается делать и сильно не нажимает шарик. Иначе получится, что шарик у нас сдавленный будет. А нам шарик нужен быть круглый. Он должен быть не овальный, а круглый. Вика немножечко поднимает выше шарик, чтобы всем видно было. Вот так вот. И смотрит только, делает на шарик. А я контролирую нитку, чтобы она хорошо подавалась и не мешала. И Вика старается шарик не сжимать, а делаем овал. Поэтому, вот видите, немножечко сложновато он делается, потому что нитка в этом клее ещё более скользящей. Ну, с другой стороны, может быть, даже так получится, что и вот эти узоры будут не прямые, а такие волнистые. Что тоже есть интересно. Да, волнистые, кстати. Ничего страшного. Сейчас, пока мы намотаем, всё встанет на свои места. Вика смотрит только на шарик, контролирует шарики, чтобы нитка вложилась так, как надо. И меньше стягивалась. Он такой более липкий этот клей. КОНЕЦ И вот мы заканчиваем наш импровизированный шарик. Мы решили его сделать немножечко всё-таки не шариком, а сделать, решили поколдовать. Всё-таки это клей у нас. И вот что у нас вышло. Смотрите, вот такая вот необычная фигура. Мы снимаем камеру чуть-чуть ниже. Вот такая. Интересно, что у нас из этого выйдет. Когда застынет, мы к вам вернёмся и снова покажем это видео. Интересный же у нас получится образец. Вот. Теперь мы пока отправляем эти шарики наши застывать. И повернёмся к вам, когда всё будет готовое. Итак, друзья, мы когда делали наш адвент, мы сказали, что немножко попрощаемся. И вот мы вернулись. Показать вам, что у нас получилось. Вот один шарик. Это наш импровизация. Такой вот необычный шарик мы делаем. Сейчас мы его довершим до самого конца. И вот наш из клея ПВХ. Ой, извините, ПВА. Вот такой. Теперь Вика берёт скрепочку какую-то и начинает... Эти шарики надо лопнуть, чтобы у нас получился шарик. Вика нажимает. Нажимает. Что-то не колется. Давай, смелее прокалывай. Смелей. Не бойся, Вика. Он толком даже и не лопнет. Всё. И теперь видите, у нас какой шикарный шарик получается. Мы аккуратно только достаем. Подожди, Вика, не спеши. Нам надо подцепить вот этот шарик, который у нас лопнул. Мы немножечко его аккуратненько постараемся, наверное, обрезать. И вот так вот мы его... А вот у нас есть небольшое отверстие. Вот какой-то заклеенный тишин. Аккуратненько мы сейчас Вике помажем. Чтобы не нарушить нашу целостность. Подожди, Вика, не спеши. Мы сейчас закончим с этим шариком. Тут у нас есть отверстие, где наша скрепочка. Я Вике помогу с этим шариком разобраться. Вот здесь у нас побольше клея было. Вот. И вот, смотрите, теперь этот шарик можно взять подвесить. Видите, у нас он вот такой вот, видите, полый из ниток, прям нитки застыли. Всё в одном. Непонятная штука. И, видите, вот такой вот у нас каркас. Теперь Вика слопает ещё один шарик. Уже из клея ПВА, который сделан смело, нажимает, взрывает его. А вот, видите, какая беда. Оказывается, теперь мы точно знаем, что клей ПВА совсем не подходит. Потому что клей ПВА всё-таки, он такой, немножко мягкий клей. Клей силикатный, он застывает, становится твёрдым. А клей ПВА всё-таки, видите, как он мягкий. И когда он лопнул, он у нас получился... Подожди, Вика, мы сейчас заснимем, покажем нашим зрителям, нашим девчонкам и мальчишкам, если она смотрит, также их родители, прям как ярлаш у нас получилась. И вот, зато такая вот необычная у нас, конечно, фигура получилась. Просто вот даже повесить, даже поиграться интересно, необычно. Вот такая штука. Но, когда мы сделали видео, когда мы делали шарики, мы ещё сделать решили... Ещё один шарик уже сделать решили, аккуратненько постарались. Уже просто настоящий шар. И вот, что у нас у Вики получилось. Вот видите, какой шарик должен получаться. То есть, вот такой вот. Вот смотрите, это импровизация Вики. Видите, какой вот необычный такой вот. Видите, можно разной формы придать, потому что шарик, пока мы её делаем, его зажимаем, и он получается у нас вот такая вот необычная какая-то штука. А если сделать аккуратненько, ровненько, как у Вики получилось, вот как она сделала, видите, ровненький, аккуратненький шарик. И видите, он полый внутри. Туда вот можно взять, ну, не знаю, например, вот ножницы. Видите, он просовывается ножницы туда. Вот. Теперь его можно потом будет подвязать и повесить, например, на ёлку. Или ещё куда-нибудь. Так что можете написать в комментарии, куда нам повесить этот шарик красивый. Конечно, мы бы выслали кому-нибудь, но почта вряд ли он дойдёт. Он покрошится, сломается. Почта у нас такая ненадёжная. Вот. Ну что, ребята, пробуйте, делайте, показывайте, делитесь своими результатами. У кого что получится, может быть, получится и круче, чем у нас. Мы будем очень за вас рады, молодцы. А теперь мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм. Всего доброго, ребята. Пока-пока.